Доброе утро, коллеги! В эти дни мы все болеем за наших спортсменов на Олимпиаде в Токио. Не за горами в Казани также большое международное спортивное событие. Это первые игры стран СНГ. Поэтому я прошу, Альберт Решатович, доложить, как идет подготовка к проведению игр. В эти дни в Токио проходит летняя Олимпиада. И, конечно же, все мы следим за выступлением наших спортсменов, переживаем из-за с ними эмоциональные моменты спортивных состязаний. Радуемся олимпийским победам и призовым медалям, и огорчаемся обидным поражениям, без которых в спорте, увы, не бывает. Особенную гордость у нас вызывают наши земляки. В Японии выступает целый десант представителей нашей республики, которые уже внесли свой вклад в медальный зачет нашей сборной. Казанская спортсменка Марта Мартиянова стала триумфатором игр в составе нашей сборной команды по фехтованию. Озған Атнанық Шинбеккенінде ғыбдула Тухай Исминдағы аэропортта біз яуы олимпийскимпионын мартыны Қозанда қошалды, хәм аныз дур уңышы билен құтладық. Бүнгі күнді біздің илкоманды саставында Татарстан хәм Қозан вакиллерінің тағын бір өліші әлі олимпий медаляры үшін күрешуын давам еті. Біз олимпиады үң барлық пырзердарңғы үүтлі біз, хәм күрешуін давам еткен спортшларға, спорт олимпан еүл үүлі бізді үш үлі үш үлі біз. Сегодня стартовала заключительная неделя олимпиады, а в воскресенье состоится торжественная церемония закрытия олимпийских игр. Однако это не значит, что сезон крупных спортивных мероприятий завершается. Уже в сентябре Казань станет хозяйка сразу двух спортивных мероприятий мирового масштаба. С 4 по 11 сентября пройдут первые игры стран СНГ, а с 8 по 10 сентября столица Татарстана примет у себя международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Первые игры стран СНГ были учреждены решением Совета глав правительства Содружества независимых государств 25 октября 2019 года. Первоначальные соревнования были запланированы к проведению в августе 2020 года, но в связи со сложной санитарной ситуацией в мире игры были перенесены на 2021 год. Подготовка к играм ведется под руководством Организационного комитета, который возглавляет заместитель представителя правительства России Дмитрий Николаевич Шевнышенко. В качестве организаторов и соорганизаторов выступают структуры федерального и республиканского уровней. Общую координацию подготовки игр осуществляет Совет по физической культуре и спорту государств участников СНГ. На сегодняшний день заявки на участие в данном соревновании подали 10 стран СНГ. Количество заявленных членов делегации по состоянию на 2 августа более 2000 человек. Также в играх будут задействованы почти 1200 волонтеров, около 460 студий и рефери и более 130 представителей средств массовой информации. На данных соревнованиях нас ждет насыщенная соревновательная программа. Среди видов спорта есть те, которые пока еще не входят в состав олимпийской программы, но уже имеют достаточно большое количество последователей и поклонников во всем мире. Это такие виды, как мини-футбол, борьба на поясах, тайский бокс, танцевальный спорт. Всего на соревнованиях спортсмены разыграют 184 комплекта наград по 16-ти летним видам спорта. Нашу страну на данных соревнованиях будут представлять в том числе и спортсмены из Татарстана и Казани. Защищать честь Российской Федерации удостоены 15 спортсменов в 6 видах спорта. Желаем удачи и ждем от них больших побед. От ними самых массовых и зрелищных обещают стать поединки в рамках соревнований по боксу, на которые заявились представители всех стран-участниц. Поединки пройдут на нашем муниципальном спортивном объекте центр бокса и настольного тенниса. Здесь же пройдут соревнования по настольному теннису. Всего же на соревнованиях будут задействованы 11 объектов спорта. Причем среди объектов есть и те, которые находятся за пределами города. Так, соревнования по стендовой стрельбе пройдут в загородном комплексе СВИАГО. Для обеспечения более комфортного тренировочного и соревновательного процессов, для проживания участников и судей данных соревнований определены кампусы университета Иннополис. В качестве же основного объекта размещения делегации по остальным видам спорта определена деревня-универсиады. Церемонии открытия и закрытия планируется провести на аллее флагов деревни-универсиады в формате театрализованного шоу, отражающем культурное многообразие, историю и традиции народов стран-участниц СНГ, раскрывающих тему дружбы и единения наших народов. Большое внимание будет уделено медицинскому обеспечению данных соревнований для обеспечения безопасности всех задействованных лиц. Для Казани стационарной помощи определены ведущие медицинские организации города Казани по профилям заболевания и максимальной близости к спортивным объектам. Разработан и согласован также и план действий по предотвращению распространения COVID-19 в период проведения игр. Данный план будет направлен странам-участницам игр. Дополнительно отмечу, что обязательным условием для всех участников данных игр будет наличие отрицательного ПЦР-теста. Большое внимание уделено и безопасности соревнований, разработан и согласован с министерствами и ведомствами Республики Татарстан, комплексный план по обеспечению безопасности в период первых игр стран СНГ. Проведены объезды объектов с представителями силовых ведомств, определены необходимые расчеты сил и средств безопасности. В части обеспечения безопасности при организации соревнований будут ежесуточно задействованы более 200 работников охранных организаций и около 430 контролеров-распорядителей. Как всегда, большая помощь будет получена от наших волонтеров. К этому моменту заявочная кампания волонтеров завершена, получено около 5000 заявок. На завершающей состоянии находятся собеседования и отбор кандидатов. В связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической ситуацией в настоящий момент нет конкретного понимания по обеспечению допуска зрительных соревнований в рамках игр. По этому поводу ведутся активные консультации оперативным штабам и распотребнадзорам Республики. Но с точностью можно сказать, что планируется организация интернет-трансляции соревнований. Ведется согласование плана трансляции мероприятий. В тот момент, когда игры страны СНГ будут близки к своему завершению, параллельно с 8 по 10 сентября в многофункциональном выставочном центре Экспо пройдет международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Данный форум является самой крупной площадкой для взаимодействия между участниками спортивной отрасли в нашей стране. Впервые данный форум состоялся в 2009 году именно в нашем городе. И вот спустя 12 лет спортивные функционеры со всего мира вновь соберутся в столице Татарстана для обсуждения решений актуальных задач в сфере развития физической культуры и спорта. Безусловно, проведение форума в очном формате будет возможно только с учетом строгого соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм и требований органов Роспотребнадзора. Количество участников форума составит более 2000 человек. Среди них будут представители субъектов России, спортивных федераций, подвенственных организаций Министерства спорта России, правительства Российской Федерации, федеральных органов и исполнительной власти. Конечно же, будут и участники, зарегистрировавшиеся самостоятельно. Деловую программу форума составит обсуждение ключевых вопросов отрасли физической культуры и спорта, практические кейсы и мастер-классы от лидеров общественного мнения. Участников будут представлены 12 тематических треков деловой программы. Кроме того, будет функционировать онлайн-коворкинг пространства для всех делегатов. По традиции в рамках форума будет работать выставка. На более чем 10 тысяч квадратных метров выставочных площадей будут представлены главные спортивные проекты нашей страны, совмещенные решения для отрасли физической культуры и спорта, а также зоны гостеприимства федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Не менее интересными станут зоны ведущих профессиональных спортивных клубов и команд нашей республики, которые представляют Татарстан на международной арене. Это футбольный клуб «Рубин», хоккейный клуб «Акбарс», команда «Камазмастер» и другие. Спорт, хамедоний программ, ларксаларнда, спорт, тюрлеры бунча, игр, медан, ортык, тематик, мейданчик, организм, функциональный, охлант, текстур, зоналары, хамэльбэттэйнды и лебезнинг эйда, барыша спортчалары код нашинда, автографсы селар, хаммастер-класслар, шулайук «Россия шоу-бизнес-союзлары код нашинда, меданикунгаль ащу программлары план наштарла. Шулайтып «Сентябрь» да, козанчират такы топкар, дюния спорт, турмашинынг узяганай лянащек. А без нынэнды бары бызнэнгда, и к холыкарамасштаб лавакыганым бирэлшыбулу ммкин лагы бар. Мы очень рады, что наш город на регулярной основе удостаивается честью принимать у себя крупные спортивные мероприятия, и делаем все, чтобы они проходили на самом высоком уровне, а каждый гость наших мероприятий хотел возвращаться к нам снова и снова. Добро пожаловать в спортивную салюту России. Рахим и Тегас. Благодарю за внимание. Рахмат, Альберт Рушатович, для Казани честь стать городом, где закладываются новые традиции крупных международных соревнований. Будем надеяться, что мы сумеем достойно себя проявить не только в части организации мероприятия, но и успешным участием наших спортсменов, а также гостеприимцев, казанцев и наших волонтеров. Мы ожидаем большое количество участников и на играх стран СНГ, и на форуме «Россия. Спортивная держава». Организация крупных соревнований и международных событий для нас уже не новинка, но помимо привычных вещей, которые мы привыкли уже, это питание, культурная программа, развлекательная программа. В этом году особые усилия будут направлены на обеспечение санитарной безопасности. В первой неделе сентября, с выходом детей в школы, студентов на учебу, возвращение многих казанцев с отпусков, обстановка на дорогах города становится более напряженной, поэтому я прошу обратить внимание и глав районов, и ГИБДД пристально на организацию дорожного движения в дни проведения игр страны СНГ. Перейдем к следующему вопросу. Одна из ключевых обязанностей муниципалитета – оказание гражданам муниципальных услуг. Услуга – это результат деятельности наших муниципальных учреждений в интересах любого жителя или юридического лица нашего города. И по этому результату о нас судят люди. Прошу доложить, в каком объеме в первом полугодии были оказаны муниципальные услуги. Гузер Фаэльна, пожалуйста, вам слово. Доброе утро, уважаемые коллеги! Современные инновационные процессы во многом ориентированы на построение модели администрации города как службы гарантированного сервиса. Понятие муниципальных услуг является ключевым в концепции развития сервисной экономики в муниципалитете. В соответствии с федеральным законом по всем услугам утверждены административные регламенты, в которых указаны условия для оказания, сроки, необходимые документы, основания для отказа и условия предоставления в электронном виде. Отдельно стоит отметить, что органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении других государственных муниципальных органов. В связи с этим в Татарстане работает система межведомственного электронного взаимодействия. Органы исполнительного комитета для предоставления услуги самостоятельно запрашивают сведения у других государственных структур. Например, запрашивают выписку из Единого государственного реестра недвижимости. В этой же системе на нее приходит ответ. За 6 месяцев текущего года в исполнительный комитет Казани поступило 158 833 заявления на получение услуг. Из них 83 558 это по муниципальным и 75 275 государственные услуги. Самое большое количество услуг оказывает администрация районов. Всего 49 услуг. За ними следует комитет земельных и имущественных отношений. 26 услуг. Самыми популярными услугами среди населения всегда были и остаются услуги ЗАГСа, постановка на учет зачисления в детские сады управления образованием, услуги управления архитектурой и градостроительством, из которых больше всего обращений с такими услугами, как подготовка к градостроительному плану земельного участка, согласование проекта размещения средств наружной информации и присвоение изменений и аннулирования адресов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение количества обращений за услугами на 8%. Снижение связано с большим количеством обращений в 2020 году за сведениями о рождении детей для получения государственной поддержки в виде выплат семьям с детьми. Без учета данной услуги количество обращений за 6 месяцев текущего года выросло на 28% по сравнению с предыдущим. Это связано с приостановлением личного приема в организациях в связи с эпидемиологической ситуацией в прошлом году. Услуги предоставляются не только в самих органах местного самоуправления, но и в электронном виде, а также в офисах МФЦ. Соглашением о взаимодействии между МФЦ и исполнительным комитетом города Казани предусмотрено предоставление 55 муниципальных услуг и 11 государственных. Доступ к получению услуг по принципу одного окна на территории Казани осуществляется на базе 12 отделов МФЦ. Отделы МФЦ расположены в каждом районе города. Общее количество окон обслуживания составляет 316, что превышает норматив на 26%. Норматив это одно окно на 5000 жителей. За 6 месяцев через МФЦ поступило 33 280 обращений за услугами, представляемыми исполнительным комитетом. Большая часть из этих услуг это постановка на учет в детские сады, услуги в сфере строительства, выдача повторных свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния. Почти 27 тысяч заявлений, это 17% от общего количества обращений, поступило от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Для бизнеса особенно необходима оптимизация всех процессов, сокращение временных затрат, в том числе и в рамках запросов на муниципальные услуги. Поэтому приоритетной задачей является реализация цифровых услуг. Данная работа осуществляется для решения следующих задач. Создание единого цифрового канала подачи заявлений на получение любого вида муниципальных услуг в режиме онлайн, сокращение сроков предоставления услуг, повышение прозрачности процесса. За услугами в электронном виде за прошедший период обратились более 38 тысяч раз. Это 24% от общего количества обращений. Всего 51 услуга из 130 представляется в электронном виде. Граждане и юридические лица обращаются через федеральные и республиканские порталы госуслуг, также через информационную систему управления муниципальными услугами, которая функционирует с декабря 2017 года. В системе автоматизированы процессы предоставления муниципальных услуг, имеется контроль на всех этапах, также присутствуют инструменты для анализа и сбора статистической отчетности. Данная система интегрирована с порталом госмуниципальных услуг Республики Татарстан. В настоящее время продолжается работа по переводу муниципальных услуг в цифровой вид совместно с Министерством экономики и Министерством цифрового развития Республики Татарстан. До конца 2021 года планируется перевести еще 23 услуги в электронный вид, самое популярное из которых – это размещение уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строительства, также выдача заключения о соответствии проектной документации карте подземных инженерных коммуникаций сооружений. Таким образом, общее число услуг, оказываемых в электронном виде, к концу года составит 74. А уже в 2022 году, в соответствии с поручением президента России, все социально значимые услуги должны предоставляться в электронном виде. Спасибо за внимание. Та большая работа, которую мы ведем по оптимизации услуг и переводу их в электронный вид, имеет главное – это упростить их получение для наших жителей. В ситуации с пандемией у этой работы появился еще и новый смысл – освободить людей от посещения учреждений и обезопасить их таким образом от возможного заражения. Стоит задача до конца года еще 23 услуги перевести в электронный вид, и с ее решением в электронном виде можно будет получать уже более 80% всех муниципальных услуг. Пока не все граждане пользуются электронными услугами, но со временем их будет все больше и больше. Как пример, два года назад доставка продуктов на дом казалась чем-то необычным, экзотическим, а сегодня большое количество людей уже пользуются этой услугой не только из-за страха подхватить вирус, но и потому, что это действительно удобно, это сокращает время. Постепенно, я думаю, что это станет нормой для наших жителей. Один болезненный вопрос есть у нас, очень болезненный и сложный – это расселение аварийного жилья. Этот сложный вопрос нам позволяет решить национальный проект «Жилье и городская среда». Управление жилищной политики, Ренат Харасович, как идет выполнение муниципальной программы по переселению? Пожалуйста, доложите. В городе Казани продолжается реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Это уже вторая стадия программы. На первой стадии в период с 2012 по 2017 годы расселялись дома, признаны аварийными, до 1 января 2012 года. В настоящее время расселяются дома, признаны аварийными, до 1 января 2017 года. Напомню, что в программе включены 51 аварийный дом на 518 квартир, в которых проживает 1448 человек. Ранее реализацию программы планировалось осуществить в 6 этапов до 2025 года. Но при поддержке руководства республики нам удалось сократить сроки реализации программы до 4 этапов до конца 2023 года. На приобретение жилья для переселяющихся граждан выделено 974,9 млн. рублей. В том числе 623,7 млн. рублей из федерального бюджета, 344,2 млн. из регионального бюджета и 7 млн. из местного бюджета. По этапам 2019 и 2020 годов из 21 аварийного дома 147 семей переехали в новые благоустроенные квартиры. Одна семья во исполнение решения суда выплачена денежная компенсация. В июле 2021 года был дан старт реализации следующего этапа программы, в рамках которого планируется расселить 13 домов на 100 жилых помещений, в которых проживает 294 человека. Для этих целей приобретены новые благоустроенные квартиры в жилом комплексе Лават Купере на общую сумму 223,4 млн. рублей. В итоге, с учетом этого года, выполнение программы составит 48%. И на последующие этапы в 2022-2023 годах будут расселены оставшиеся 18 домов этой стадии программы. Управление жильщиной политики совместно с администрациями районов города ведет работу с жильцами аварийных домов по вопросу подготовки документации для дальнейшего переселения. Жителям аварийных домов бесплатно предоставляются новые благоустроенные квартиры. Аналогично по количеству комнат в аварийном жилье, площадь новых квартир, построенных по современным стандартам, на 30-40% больше площадь аварийного жилья. И это дополнительный квадратный метр казанцы получают бесплатно. Законным установлены ограничения. Так, в пункте 8.2 ст. 32 ЖК РФ сказано, что граждане, купившие жилье в многоквартирном доме уже после признания его аварийным, имеют право лишь на выплату возмещения за изымаемое аварийное жилье и не могут претендовать на переселение в новую квартиру. Предварительно по городу Казани в рамках программы выплаты будут осуществлены по семьи жилым помещениям, сумма которых будет определена после проведения независимой оценки. К сожалению, эти аварийные дома не последние в Казани. С января 2017 года выявлены и признаны аварийными еще 52 дома, из которых необходимо расселить 1673 семьи. В целом, по городу Казани за прошедшие 10 лет из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета всех уровней было расселено 2109 жилых помещений из 146 аварийных домов, в которых проживало более 6 тысяч человек. Мы рассчитываем на продолжение федеральной программы по расселению аварийного жилья, которая имеет важнейшее значение для безопасности и комфорта горожан. Город Казань полностью готов к ее дальнейшему реализации. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Харасович. В презентации мы увидели, о каком жилье идет речь. В таких домах, как правило, проживают люди малоимущие. Они, в принципе, никогда не смогут улучшить свои жилищные условия самостоятельно. И в этом огромное социальное значение этого национального проекта, на основании которого мы разрабатываем свою муниципальную программу и имеем уверенность в том, что придут деньги на ее реализацию, что люди переедут, наконец, в нормальные условия благоустроенное жилье. Сейчас идет расселение домов, получивших статус аварийным, до 2017 года. И это не последние в городе аварийные дома, как вот сейчас Сергей Натхарасович подтвердил. Поэтому слова Владимира Владимировича Путина в декабре прошлого года о необходимости окончательно решить в стране этот вопрос служат для нас гарантией того, что и дома, признанные аварийными после 2017 года, также будут расселены, и на них также будет получено финансирование. Александр Фалисович, как организована работа по обеспечению сельхозпродукции в городе? Пожалуйста, как ситуация? В целях обеспечения жителей города плодовощной сельскохозяйственной продукции и стабилизации ситуации с ценами на рынке Исполнительным комитетом совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан организована продажа овощей по ценам производителя на городских ярмарочных площадках. Для жителей города сельскохозяйственными производителями реализовывается плодовощная продукция по следующим ценам. Лук, свекла 15 рублей за килограмм, Картофель 20 рублей за килограмм, Морковь 30 рублей за килограмм, Капуста 25 рублей за килограмм. Торговля будет организована еженедельно по субботам на пяти ярмарочных площадках с шести часов утра. В авистроительном районе на улице Дементьево возле дома номер 7, в Кировском районе по улице Батаршино возле дома номер 20, в Новосавинском районе по улице Лаврентьево возле дома номер 10, в Приловском районе по улице Фучика возле дома 72, В советском районе на улице Лепатова возле дома номер 7. Организация торговли данного формата продлится до стабилизации цен на плоду овощную продукцию в предприятиях торговли. Либо до 11 сентября текущего года, когда начнут работать традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. Приглашаем всех на нашей ярмарочной площадке. Рахимит Игас. Игтибар Игас. Рахмат. Рахмат. Услан Фаридович, спасибо за информацию.